История началась в августе 2013 года. Одна из наших волонтеров Татьяна проезжала мимо одной из базы и увидела страшную картину. В щенка переехал КамАЗ и он сильно кричал, мучился от боли. И один охранник не выдержал и захотел его задушить и избавить от мучений. Он затянул ему на шею какую-то веревку и стал душить, но щенок вырывался, никак не хотел умирать и боролся за свою жизнь. Татьяна отобрала щенка и увезла в клинику, где ему ампутировали лапу. Потом он заболел энтеритом. Много народа принимали участие в его жизни, деньги давали на лечение, куратор сменился, выхаживали во время инфекции. Но поток проблемных животных увеличивался и волонтеры просто не справлялись. Стало не до Рича, он просто гнил никому не нужной в клетке стационара. Врачи его не любили за диковатость, агрессивность, скалился и кусался. Я с самого начала следила за его историей, всем было жалко и… все. Я уговаривала забрать знакомую на месяц на адаптацию его в дом, но потом оказалось, что ситуация безвыходная, его некуда забирать, и я забрала к себе первого января. Сказать, что я испытывала шок от увиденного пятимесячного щенка, ничего не сказать. Вместо оставшейся несущей лапы у него был хрящ, не державший его тело, и он передвигался торпедой на груди. Про диковатость, про то, что его не принимали мои собаки, и я закрывала его с собой в спальне, что не давался даже обработать культю. Уж почему не убрали по лопатку для меня загадка? И просто вынести из квартиры его было невозможным. Это вообще отдельная история. Я проревела все новогодние праздники, и еще полгода была в отчаянии, так как элементарные вещи приходилось делать с особым изощрением. Психологические проблемы были очень тяжелыми и неожиданными в такой массовости. У меня вся семья уже просто мучилась с Ричем, я же еще и работала. Но с ним решить проблемы, например, с улицей, помогли мои собаки. Он вообще ради них душу продаст. Вот такой вот. Люди его не интересовали, но безмерно любил любых животных. Сейчас у нас все хорошо. Рича мы поставили на лапу. Вырастили из хряща кость, залечили его культю. Сейчас он, пожалуй, самый послушный из моих собак. Хотя, конечно, остался страх, недоверие ко всем, трусливость. Но он нас воспринимает, как свою семью. Вырос в наглого, упрямого, но такого классного пса с огромным любвеобильным сердцем. Но при всем том, что он меня слушается, я для него не вожак. Вожаки для него мои собаки. Вот такая история. Сейчас даже не верится в те полгода ада. И впереди у нас еще разные проблемы со здоровьем. Перенес 4 наркоза. Психологически. Но деваться нам некуда. Это наша собака. Это наш член семьи. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк.